Зона отдыха у стадиона «Спартак» обойдется городскому бюджету в 2 миллиона 700 тысяч. Капитальный ремонт трамвайных путей в почти 8,5. Еще 7 планируют потратить на укрепление несущей конструкции домов 17 и 19 по улице Октябрьской. Но в первую очередь народных избранников интересует вопрос, не останутся ли отдаленные микрорайоны без благ цивилизации. У нас в бюджете предусматриваются расходы на дорожную деятельность, на уличное освещение, на строительство новых сетей. Это ежегодно в рамках программ по отдаленным микрорайонам. Другая проблема, наделавшая немало шума – озеленение города. В 2013 году весь вопрос начался по инвентаризации зеленых насаждений. У нас с вами 0,9 квадратных метров на одного человека в городе. Сейчас мы с вами до 4,2 довели норматив, это 10 квадратных метров. Притом организации, которая бы регулярно занималась зелеными насаждениями, в городе нет. Но ненадолго. В скором времени в столице появятся специальные службы озеленения при горлесхозе. На ее создание необходимо более 3,5 миллионов рублей. Однако у инициативы нашлись противники. На ком основании создается, почему ее нельзя создать в рамках тех структур, которые уже имеются. Мы отдельно не создаем прямо какое-то учреждение, это при горлесхозе. У нас городской лесхоз сейчас занимается противопожарными мероприятиями, обрезкой сухостоев, удалением деревьев. Ну, в общем, получается, вот такими, как скорая помощь работает. Кроме того, на совместном заседании депутатов обсудили ряд вопросов, касающихся образования, имущественных отношений и не только. Самые насущные будут вынесены на ближайшую сестию. С одном Ирденеев, Инесса Дондукова, Жаргал Цариндашеев. Новости дня. Новости дня.